Так, я подавляла агрессию и злость, создала себе Витилиго в прошлом, конечно. Ну да, то есть наше тело показывает несоответствие нашего внутреннего состояния, нашего поведения. Мы подавляем себе проявляться так, как мы хотим. То есть мы строим из себя каких-то людей в масках, строим из себя, да, но при этом себя чувствуем по-другому. Я чувствую себя замкнутой очень сильно, люблю там тишину, но мне приходится наигранно улыбаться и быть такой там рубаха-парень. Хотя меня это напрягает, но я сквозь зубы улыбаюсь, и такая я вся такая, посмотрите на меня. Внимание-то хочу, потому что к себе внимание-то ноль, поэтому надо его отовсюду иметь. И чтобы внимание к себе побольше привлечь, мне приходится улыбаться, но при этом я чувствую себя некомфортно. Вот вам проблема, ну сразу тут и проблема и с кишечником, и с зубами, и с кожей, с волосами, с ногтями. Зубы в первую очередь страдают, глаза ещё могут страдать из-за этого. То есть где-то вы проявляетесь не так, как вы себя чувствуете. Это не только кожа, это не только зубы, не только кожа, волосы, ногти, да, это ещё какие-то внутренние органы в зависимости. По психосматике надо посмотреть. У каждого органа есть определённый сигнал, который нам органы подают, наше тело подаёт, что мы подавляем. То есть любая болезнь, это просто нам тело кричит, орёт, эээ, посмотри, что ты подавил. Функция организма показывает нам сигнал, и функция каждого органа конкретно какой сигнал. То есть какое чувство подавлено. Каждый орган за определённые чувства отвечает. Вот печень наша агрессия, да, функция кишечника, там, переваривать, желудок тоже переваривание. Кишечник у нас всасывает микро-макроэлементы, там, первые волоски, которые вот это вот всё всасывают, через сосудики несут питание. То есть каждый кусочек тела, он нам говорит о том, что мы подавили, да, какие чувства мы не проявляем. Почему я так вразрез говорю? У вас много вопросов, и я просто не зачитываю вопросы, начинаю сразу отвечать. Блин, надо, наверное, вопросы читать. Кто-то скажет, что это? Я одно сначала говорил, потом другое. Так, интересно, а что? Эгоисткой быть плохо? Нет, эгоисткой неплохо, нехорошо. Просто нужно противоположности соединить в целое. Вот эгоизм, а не эгоизм, а что противоположное? Какой антоним? Эгоизм, а что противоположное? Открытый, да, рубаха-парень, последнюю почку отдаст. Вот обе крайности хреново. Как бы и почку отдать, и эгоистам для себя быть тоже хреново. То есть вот крайности, края, это то, что вас тормозит. Это плохо эгоизм и жертва. Эгоизм – жертва. Альтруизм, вот, альтруизм всё-таки, не жертва. То есть обе крайности, они вас тормозят. То есть тормозят ваш поток, ваше расширение, ваш рост, ваш потенциал, вашу энергию, ваше движение, они вас тормозят, все крайности тормозят. На то оно и крайность, то есть имеет край, и вы как в стену глухую в одну сторону и в другую не можете. Надо соединить и понять, почему вот эти две крайности – это одно и то же, и рассоздать вот эти границы. То есть одновременно быть и альтруистом, и эгоистом. Я не могу в чистом виде быть эгоисткой, потому что все люди – это я. Как я сама себе кому-то чего-то не дам? Но в то же время, как я могу отдать им свою почку? Потому что мне тоже нужно, то есть мне нужно искать даже вот не золотую середину, а целое. Как одновременно применять и то, и то. Надеюсь, вы поняли меня. Быть похренистом, как вы пишете, тоже крайность. Нельзя быть похренистом. Как я могу быть похренистом, если я кому-то похренистически, похренистически, ну тут написано с матом, похренистически кому-то отношусь, и даже сама к себе так отношусь. Потому что каждый человек – это моё продолжение, моё зеркало, моё отражение. То есть как я могу не любить другого человека и похренистически к нему относиться? Ну, не могу. Вот. С другой стороны, ставить его на первое место, забыв про себя, я тоже не могу. То есть в эти две крайности. Почему цистит? Ответь срочно, вне очереди. Ну, цистит – это когда вы не хотите спать с мужчиной. И всё. Когда вы не принимаете. Там надо с женским, с принятием и с сексом поработать. И с мужчиной. Возможно, это не тот мужчина, вы с ним не из-за удовольствия, счастья и так далее, а из-за чего-то. Из-за денег, либо из-за квартиры, либо из-за детей, либо потому что надо. Чувства были, были, вот надо теперь за него держаться. Ну, короче, очень много всякой фигни, из-за которой вы с ним, ну, не из-за любви, явно. И вы не хотите с ним сексом заниматься. Ну, вроде как хотите, но тело ваше отторгает, не хочет. Вы врёте сами себе, не хотите. Цистит – защитный механизм. То есть всё с ним в порядке. Надо проработать с мужиком. Мужик пьёт, бесит аж. Но осознать, для чего нужен человек алкоголь. Забыться, стать простым, стать лёгким, говорить, что хочу, делать, что хочу, забыть о проблемах. Вот это то, что вам и нужно сейчас в вашей жизни сделать. Забыть о проблемах, жить здесь сейчас, наслаждаться, решать всё по мере поступления, ничего не додумывать, говорить, что хотите, делать, что хотите. Но при этом, естественно, в каких-то рамках играть – это тоже крайность. Я сейчас пойду убивать там всех кошек. Это крайность. Конечно, если я создаю какую-то работу, социум, семью, ещё что-то, я специально делаю эти рамки, обозначаю, в которые я играю. Вот поиграть в монополию, в игру, да, можно же. При этом я знаю, что это игра, но я играю по правилам. Иначе, если я не буду играть в монополию по правилам, эта игра не будет интересной, и мы толпой не поиграем в неё. Поэтому я играю по правилам. Семью мы тоже создаём. Если мы уже её создали, нужно играть по правилам. Ну, как бы осознанно играть по правилам. Так. Чё я опять про эту игру начала? Ладно. Меня сбивают ваши миллиард вопросов, как впихнуть невпихуемое. Сразу в один эфир. Ой, мамочки. Короче, что делать, если вы играете в семью? Что делать, если вы работаете, там есть определённые правила? Играйте по правилам. Только осознавайте, что эти правила вы создали сами, чтобы насладиться этой игрой в полной мере. Иначе бы вы не смогли в неё бы поиграть. У нас вот как раз был женский, сейчас курс, забыл как, женский марафон, да. Мы там как раз очень много, пару дней там прям посвятили разговорам о правилах. Почему круто играть там в семью, в то, в то, в то, но это надо делать осознанно. Так, есть ли реинкарнация? Я думаю, нет. Недавно таким вопросом занималась. Короче, у меня сейчас активизировалось в аккаунте очень много специалистов. Дизайн человека, астрологи, гипнологи, в общем, татарологи, нумерологи и всякие такие интересные науки. И они начали мне там просчитывать всякую штуку. И каждый сказал про прошлую жизнь. Вот, я не знаю, все специалисты, они все затонули мои прошлые жизни. И говорят, твоё тело, а есть ещё такая наука кинезиология, 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 как правильно там, ладно, неважно, которая изучает тело. И через тело мы можем получать все ответы. И наше тело помнит всё о прошлых жизнях. То есть, если в уме было забвение, то тело всё равно помнит. Я недавно задумалась, так, если мы бессмертны, а наше тело, типа, меняется, то как тогда наше тело может помнить о прошлых жизнях? А науки такие о том, что наше тело помнит прошлые жизни, прям реальные, есть. И очень много специалистов об этом говорят. Но они ни разу не задумывались о том, что в прошлой жизни было это же тело. Но если оно помнит, значит, это же тело. Реинкарнации у нас происходят каждую ночь, когда мы засыпаем. И мы пожизненно в этом теле. И во всех остальных телах, да, всего человечества, и мух, и собак, и кошек тоже, одновременно находимся во всех вариантах. Поэтому я не думаю, что мы что-то вообще когда-либо меняли. Я думаю, оно всегда есть. Ну, это я так думаю, вы можете верить мне, нет. Но моя правда мне всегда мою правду подтверждает. У меня есть куча доказательств. Ну, я их вам не смогу доказать, у меня писемных с печатями нет. У меня есть доказательства для самой себя. Так что тоже можно, блин, об этом задумываться. Кинезиология. Вот правильно я сказала. Нелли, какой ответ про котов в задаче с апельсинами? Ответ я вам скажу завтра. Давайте, пускай еще кто-нибудь поотгадывает. У меня есть задача коты, апельсины и лапки решить. Давайте, порешайте пока еще. Мы помним через ДНК. А как это ДНК в ваше тело попадает, скажите мне, пожалуйста, от папы с мамой, да? Или как? Как правильно сформулировать желание? Так, если вы используете правила, какие-то формулировки желаний, вы уже ваше желание просто ограничиваете рамками и даете ей большой потенциал неисполнения. Какие правила вообще? Вы творец, вы можете, если вы творите свои желания, зачем вы придумываете для этих желаний такие сложности и еще и правила? Нету никаких правил. Я хочу, это достаточная причина. 60 точек обзора, скачайте книжку. 90 рублей, блин, ребят. Почему 90 рублей? Я вообще хотела все сделать бесплатно, но, вы знаете, у меня большая команда, они мне просто не разрешили это сделать. Сказали, Нэль, ты что? У тебя все эфиры бесплатно, посты, все-все-все бесплатно. Вот. Они сделали 90 рублей, чтобы хоть какая-то ценность была, потому что люди покупают, там берут, вернее, скачивают. Не покупают, скачивают. И не читают. Нету никакой ценности. Если ты хотя бы рубль заплатил, ну я как бы с этим согласна, да, есть ценность. Рубль заплатил, тогда хотя бы ты это прочитаешь. 2 рубля заплатил. Может, еще подумаешь. 90 рублей заплатил. Ну, может, два раза почитаю. Может, побольше подумаю. Там есть 60 точек обзора. То есть, я живу без правил. Я так хочу, это достаточная причина. А что мне мешает его сейчас осуществить? А точно я хочу его осуществлять? Ну, то есть, я готов расстаться с тем, за что я сейчас в данный момент держусь, и по этой причине у меня не исполняется желание. Ну, то есть, вот там прям 60 точек вот этих вот расписано. Вы точно для меня вышли? Или я вас создала, и мне нравится? Ну, вы меня все создаете в своей реальности, конечно же. Как книжка называется? Книжка «Для чего Богу деньги?» «Для чего Богу зубы?» Внимание, спасибо за внимание. Топ-13 «Почему наше желание не исполняется?» и 60 точек обзора творения реальности. Вот я перечислила 5 книг. 5 или 6. Вот, они все небольшие, кроме зубов. Зубы 130 страниц или 131 страниц, а все остальные, они небольшие. Про деньги там 36, по-моему, страниц, а все остальные там 2-3 странички. Так что, блин, изучайте. Не надо навешивать никакие правила на ваше желание. Если сейчас что-то не исполнено, значит, есть причины, почему вы хотите, чтобы они не исполнились. Осознайте эти причины и доведите их до абсурдности. Ну, например, я в начале эфира говорила, что я не на Бали сейчас, хотя хочу, но я не там, потому что это меня будет отвлекать от написания книг. А у меня прям стопочка книжек, которых я должна сейчас написать. Они все у меня в черновиках, наполовину написаны, как обычно, брошены. Я беру, пишу, бросаю. Новая идея. Пишу, бросаю, пишу, бросаю. Меня так много уже накопилось. Хочу хоть что-то доделать. Если я пойду на Бали, буду загорать, купаться, фрукты кушать. Там еще классные люди, с которыми можно обниматься, знакомиться, танцевать там. Ну, в общем, кайфовать. Я писать не смогу. И меня это топорит, естественно. То есть я не готова сейчас расстаться со своими книжками, чтобы осуществить желание с Бали. И надо довести до абсурдности. А действительно ли оно так? Действительно ли мне это будет мешать писать книжки? Мне и здесь тоже вот этот классный дом, классная погода, я люблю снег, куча классных людей. И что же мне здесь все мешают писать книжки? Так какого хрена я тогда? Что, у меня воли, что ли, не хватит? То есть я сама собой рассуждаю, действительно ли мне это помешает. А с чего я взяла, что мне писать книжки помешает солнышко, море. Да я на пляже могу разложиться и писать книжки. Все, я рассоздала этот шаблон. То есть у меня было убеждение, что если я поеду туда, я книжку не напишу. Порассуждав, я понимаю, это абсурдно, в то, что я верю. Ну, просто тупость. Ну, почему я не могу писать книжки на пляже? Могу. Я почему-то так решила, не обратив на это внимание. Это как шаблон отложилось в моей голове, и все, и оно тормозит моему желанию. Как только я его вытащила наружу, вытащила эту проблему, вытащила вот это противоречивое желание, довела до абсурдности, просто пообщалась. И действительно ли оно так? Почему я так решила? И я понимаю, что это хрень полная. Книжку я могу писать и там, и здесь. Оно не будет мне мешать. Вот. Ну, если я еще не на Бали, значит, надо еще спросить, а что еще мне мешает поехать на Бали? Друзья. Мне мешают друзья. Я хочу, если туда лететь, то с кем-то. А так как мне не с кем, опять же, блин, абсурд. Я же там могу познакомиться, либо выложить пост, ребят, кто летит, поехали. Взять Кристину и Вику, они хотели со мной поехать, ну, мою команду, и они поедут. С чего я решила, что у меня не с кем лететь? Вот, ну, абсурд же, да? Все. У меня в данный момент шаблон мышления был рассоздан. То есть я довела его до абсурдности просто обычным рассуждением. Здесь не надо никакие психологические мегасхемы писать, мантры читать. Исцели и трансформируя во мне там программу. Вот этот загон, короче, я оставила в прошлом, поиграла в эту игру, поняла то, что бред собачий, а просто можно порассуждать. Действительно ли это так? Что мне не с кем лететь? Да есть не с кем лететь. Чего я тогда решила? Непонятно. Все. То есть я два препятствия, мешающие моему желанию лететь на Бали, рассоздала. В принципе, я уже чувствую, вот где-то вот здесь наполовину поднялась энергия, я чувствую, что вот до сюда я готова лететь. Ну, еще что-то не хватает. Вот я еще чувствую, что это меня тут держит. Потом после эфира посижу сейчас еще повыписываю. Может быть, я не готова лететь на Бали, потому что... Пока еще не придумала. Но я чувствую, что я уже не хочу туда лететь. Блин. Короче, я теперь сама не знаю, чего хочу. Вот у меня такое желание. Хочу лететь, и противоречиво я не хочу. Надо вот осознать, вот действительно я хочу или нет. Вот пока не рассудишь, не поймешь. А мой мозг трахал мне мозг о том, что, блин, тебе надо на Бали, тебе надо на Бали. А ну не исполняется. Мы тебя на Бали видим, давай. Ну да, вопрос, уже надо мне или нет. У меня сейчас новое желание возникло. Прям вчера я смотрела еще раз пентхаусы в Москва-сити. Хочу взять себе огромные апартаменты хотя бы на месяца 3-4 и просто вставать с чашечкой кофе каждое утро, стоять возле окна, наблюдать Москву и печатать книжки, наблюдая с высоты птичьего полета. Короче, вот у меня вот такое желание вчера возникло. Скорее всего, из-за этого я не хочу лететь на Бали. Теперь, значит, мне нужен риэлтор. О, видите, я переобулась. Короче, я не хочу на Бали. Я поняла. Вот если бы я сейчас не рассуждала, обсидела бы и сливала бы свою энергию на это Бали. Все, я его отпустила, все, мне теперь неинтересно это желание. Я просто сейчас перестала сливать туда энергию. Я теперь сейчас буду рассуждать, что мне мешает снять квартиру в пентхаусе Москва-сити. Ничего. Только риэлтор нужен. Потому что жаба давит отдавать сто процентов риэлтору в Циане, когда я сама подобрала себе квартиру, просто отдать ему там 300 тысяч просто так, за то, что я позвонила, он в Циане разместил объявление. Короче, я заявляю, все более интересно, как у меня в моей жизни сейчас появится риэлтор или собственник апартаментов Москва-сити напишет мне и скажет, Нелли, я тебе сдаю свои апартаменты, давай едьте, я прям завтра же или сегодня же еду смотреть и снимать. Короче, вот. Сейчас на практике я вам показываю, как я рассуждаю, если мне что-то мешает, я начинаю доводить до абсурдности. И просто заявляю волю сама себе, никакими мантрами, никакими схемами, никакими правильными правилами, как загадывать желание, просто себе говорю, то, что мне интересно сейчас, как появятся ресурсы на пентхаус Москва-сити. Ресурсы для меня это люди, те, которые возьмут и сдадут мне этот пентхаус. То есть, как появится этот человек в моей жизни, мне интересно понаблюдать. Тут я могу еще себя спросить, а что мешает сейчас увидеть риэлтору или собственнику, лучше собственнику, нафига мне вообще риэлтор, что я так себя ограничиваю. Что мешает собственнику посмотреть мой эфир? Ну, он, наверное, не смотрит мой эфир, ему не до меня. Вот это шаблон, видите, какой шаблон. Так, надо его довести до абсурдности. Что мешает мне сейчас, чтобы меня сейчас смотрел собственник апартаментов? Довести до абсурдности. А с чего я вообще за него решила? С чего я взяла, что я знаю, что я ему буду неинтересна и мой эфир неинтересен? У меня же, блин, информация на миллиард. У меня реальная информация на миллиард, миллиарда в миллиардной степени. Вот. Ему будет очень интересно, потому что люди, которые имеют апартаменты в Москва-сити, они не тупые. Они не тупые. Им интересно развитие по-любому они меня смотрят. Все. То есть я не вижу препятствий в том, что меня не может смотреть собственник апартаментов в Москва-сити. Не вижу. Что мне еще мешает сейчас поехать в Москва-сити? Блин, у меня слишком шикарный четырехэтажный дом, который мне Оля оставила и сама переехала. Блин, мне очень круто здесь. Она сказала, живи пока тут. А я еще не наигралась в этом доме. Он слишком классный, вообще офигенный. Ну, вида нету, а мне нужен вид. Короче, действительно ли мне мешает такой классный подарок? Я сама себе нафиячила такой дом, он мне мешает снять. Жалко, короче, взять дом, который просто нарисовался просто так в моей жизни с офигенным супер мега дизайнерским просто ремонтом, да, просто со всеми условиями нарисовался в моей жизни дом, а я сейчас возьму и поменяю на Москва-Сити. Москва-Сити минус большой, потому что там окна не открываются, и там только плиты свежего воздуха нет. Вот, хотя, может быть, там в какой-то башне есть свежий воздух, открываются окна, тоже. Я сейчас с вами просто рассуждаю, просто для примера, чтобы вы так могли свои желания рассудить, то есть я не хвастаюсь, в Москва-Сити хочу, я пример привожу, что я хочу в Москва-Сити, спрашиваю себя, что мне мешает, довожу до абсурдности и говорю себе, что мне вот интересно сейчас понаблюдать, как позвонит собственник и как все сложится, что Оля приедет и скажет, так, Нелли, все, ты тут не живешь и выкиди меня из этого дома, сдавая свой Москва-Сити. А вы через ДНК передаете свои навыки, если будете сейчас учиться, у ребенка будет талант к учебе. Слушайте, самое интересное, что мы-то рожать своих Микки Маусов можем, а нас не рожали. Прикиньте, прикол. Сыроедение это шаблон, правила, ну, как бы, да. Бали вроде отвалилось. Оно отвалилось на сейчас, но я в него прям нахрапом поеду с толпой после того, как поживут чуть-чуть в высотке. А вы искренне хотите детей? Ну, как это, блин, либо ты хочешь, либо не хочешь. Я как бы хочу, как бы не хочу, да. У меня есть противоречивые желания, в любом случае они есть, иначе бы, эти дети бы уже были у меня. Потому что картинка складывается всегда под наше мышление. Если в данный момент детей нет, я должна принять то, что я желаю в данный момент, я сейчас не имею детей, у меня это желание. Понимаю я его своим умом, не понимаю, я как творец сейчас, если не вижу детей в своей жизни собственных, значит, это мое желание их не видеть в своей жизни. И у меня есть для этого причины. Знаю я эти причины, не знаю, думала о них или нет, но у них есть эти причины. Если подумать, то я не готова сейчас о ком-то заботиться, я еще пока на стадии заботы о себе, учусь заботиться о себе, потому что всегда заботилась о других, а о себе нет. Я сейчас на стадии заботы о себе, и мне нечем делиться, пока я не научилась достаточно заботиться о себе, чтобы еще заботиться о ребенке. Вот такое у меня противоречивое желание. Могу ли я заботиться одновременно и о нем, о себе? Надо порассуждать, порассоздавать вот это. Почему я не хочу еще детей? Он может меня тормозить в моих путешествиях, потому что я фигура здесь, фигура там. Постоянно в какой-то стране была до закрытия, до короны. И в Москве остепенилась. На следующий день, когда я прилетела в Россию, блин, закрыли этот аэропорт. Просто взяли и закрыли границы. Объявили карантин. Я только-только успела вернуться. И вот если бы не он, я бы уже, наверное, в какой-то другой стране пожила. И дети бы мне помешали. Но если рассоздать этот шаблон, я понимаю, когда я была в Индии, на Гуа, там очень много молодых мамочек, которые прям там рожали и прям с грудничками недельными, двухнедельными, месячными, двух, трех, четырех-месячными разными возрастами бегали с малышами и жили спокойно, припевавочи, нормально, вообще без проблем. И летают с этими грудничками, и что с ними только не делают, и кормят, вот только родили прям там на Бали, ой, на Бали, блин, на Гуа, в Индии. Прям там, ну, на Бали, наверное, так же. И они этих детей носили у них такие, как они называются, кенгуру, кенгуру, да, на спину либо сюда и маленький этот ребеночек. Вот, я просто думаю, смогла бы я так носиться с мелким или нет, которого только родила, охрел, он знает, страшновато. Но то, что я не смогу с ним путешествовать, это уже абсурд, я понимаю, что могу, потому что у меня очень много примеров, когда мамочки путешествуют с грудниками. Это абсурд, это шаблон, что это невозможно, это возможно, я это видела. Вот, другой вопрос, шаблон, хватит ли мне на это сил? Вот этого я не знаю. Опять же, что такое силы? Сила наши ресурсы, наш интерес. Есть интерес, есть сила, нет интереса, нет сил, все. Лень, это нет интереса. Есть интерес, лень, нет силы, есть. Поэтому, если мне будет интересно, то, конечно же, у меня будут силы. Все, тоже шаблон рассоздали. Какие еще шаблоны у меня, почему у меня нет детей? А, я не уверена в отце ребенка. Ну, то есть, у меня его нету, этого отца ребенка, тот, муж мой, не готов стать отцом ребенка. Я думаю, что у меня детей нет, потому что у меня нету мужчины, который бы хотел детей. Блин, нет. Так ли это? Может быть, есть в окружении? Я просто не в курсе. Ну, то здесь тоже надо рассуждать. А почему я хочу, чтобы у меня не было мужчины, который хотел бы ребенка? и вот так мы все время раскапываем. И чем больше вы будете рассуждать, тем больше вы расширяетесь, познаете себя, и, блин, наша жизнь — это основа познания себя. И тогда ваши проблемы будут просто фикцией какой-то. всем спать. Да рано, еще 18 часов. Так. Как ребенку проявить интерес к школе? Забить на ребенка, проявить интерес к самопознанию. Вам самому или самой, кто это отвечает? хэппи-вумен. Вам самой неинтересно? Вот. Слушайте, мне кажется, эфир уже на 5 часов записан. Давайте я сейчас выйду, и чуть попозже я выйду еще в эфир. Мне надо куда-то слить свою энергию, накопившуюся за кучу времени. И о чем-нибудь еще поболтаем, а то слишком вот прям реально длинный эфир и такая каша в этом эфире. Я даже не знаю, как этот эфир назвать, какую тему, потому что все вот вообще вот смешали в эту кашу. Я хочу попить чаю, просто вот расслабиться вот так немножко. И потом выйти что-нибудь еще поболтать, кто не устал. И дайте мне минуту, я не буду отключаться, но я не буду говорить. Дайте мне минуту, я почитаю ваше сообщение. Я просто помолчу. Эфир бомба так и назвать. Нелли, у вас мозг не взрывается, если каждое слово свое рассоздавать. Но я не каждое слово, я убеждение, которое меня именно в данный момент здесь сейчас тормозит. я не дохожу до абсурда и не трансформирую днями и ночами ничего. Мне достаточно принять тот факт, что почему-то это хорошо. Это я вам просто рассказываю, довести до абсурда. Либо если что-то совсем не мешает, я его довожу до абсурда. У меня это уже на автомате. Чтобы у вас было на автомате, вы должны критическую массу программ трансформировать. У каждого эта критическая масса своя, чтобы воспринимать мир легко, просто, все принимать. Как-то это на автомате уже... Вы только подумали, оно уже для вас абсурд. И вы уже перестаете об этом думать. То есть вам не надо даже рассуждать долго. Для этого нужно критическую массу ваших шаблонов, то есть мозг заморожен. Вы увидите прямую линию, ваш угол обзора на слона это вот только уши. Целиком вы его не видите. То есть ваш обзор очень узкий, узкомыслие такое вот прям. И вот чтобы вы смогли на мир смотреть шире и видеть его в разных проявлениях, с разных точек обзора, не только так, как вы видите, но и видеть, как еще другие люди вокруг могут видеть это событие и принимать все правды. Чтобы это случилось, нужно расширить свое сознание, трансформируя хотя бы 300-500 шаблонов. У кого-то получится за месяц, кто-то за год это сделает. Не важно, но постихоньку-потихоньку критическая масса раз бахнет, что в один прекрасный момент вы поймете, что вам больше этого не нужно. Вы просто смотрите и все. И вы видите всю абсурдность, вы видите ответы и вам даже не нужно. Вы просто принимаете, блин, ну и хорошо, ну и классно. Даже не буду с этим работать, потому что вы просто знаете и видите, ну вам видно. Не нужно рассуждать. Рассуждать я просто вам для примера показываю, как вам это нужно, пока ваше знание не настолько расширено. и, конечно, я не сижу вот так, не рассоздаю, как вам здесь в прямом эфире показала. И мне же еще надо, блин, с объяснениями, с пояснениями столько слов сказать, столько вот этого всего обсудить, ну чтобы вам хоть чуть-чуть было понятно. Мне это и так очевидно. Олеся Кэп, спасибо тебе. Ты не хочешь мужчину, потому что ты не хочешь мужчины, поэтому ты не хочешь детей. Да, я не хочу мужчины, я не хочу детей, понятно. Вот. Поэтому я просто наблюдаю, как сложится, так и сложится. Для меня сейчас самый наилучший вариант. Я не держусь ни за мужа, ни за нового, ни за старого. Вот. Ну я кайфую, вот как мне сейчас комфортно, и все. Эфир хочу детей и мужа. Не, так эфир точно не буду называть. Так, все. Я вообще обещала не говорить, а просто почитать и выйти в эфире. Попозже не отвлекайте меня. Дайте, я почитаю, что вы написали. Так. Затмение, как ты к этому относишься? Не знаю, я даже не знала, что у нас затмение есть. Так. Я не буду сейчас отвечать на вопросы, хочу почитать, что вы мне написали. Дайте уже Никите обнимашек. Никита не знает кто, где, обнимаем вас всех. И всех обнимаем. Так. Блин, такие приколы пишите. У меня два часа ночи, я залипла. Хабаровск и такое. Привет, Хабаровск. И все ни о чем. Класс. То, что надо. У меня всегда шиза такая. Мне очень хочется просто почитать, что вы писали. Я все время заканчиваю эфир и не знаю, что тут такое творится. или надо построенеть к Новому году. Допримите себя уже, блин, настоящей, любой, и ваше тело в данный момент такое, которое нужно вам. Вот эту вот борьбу вашу отключите уже, построенеть. Ради чего? Чтобы вас получше любили. Полюбите себя вот такое, какое есть.